друзья всем привет если вы открыли этот ролик случайно то эти руки принадлежат александру и вы находитесь на канале судомоделизма и моего хобби сегодня мы отвлечемся от брига меркурий который идет у нас параллельно и посвятим полностью весь вечер разговору про сантисиму тринедад по флагман исказки испанского флота и про диагостини сегодня пришли очередные посылки которые мы с вами откроем посмотрим журналы части и я расскажу какие-то исторические факты которые за это время успел найти и пообсуждаем потом вместе в комментариях журналы я пока отложу в сторону и покажу стапель который я сделал на скорую руку после прошлого раза мне конечно не очень получилось в ролике как это все перекладывать я понял что это неудобно были правы люди которые говорили что же стапель уже нужно данном этапе я полностью согласен но я подошел к тому моменту не подготовлены этот стапель я тоже еще не доделал до конца я использовал временные зажимы подготовки в общем кое-как собрал но в целом он представляет из себя вот такую конструкцию два бруска соединенных штифтом с зажимами держится киль хорошо никуда ничего не ведет все вполне хорошо цена 5 копеек я сегодня план сегодня такой посмотреть журналы отобрать заготовки которые относятся к корпусу и продолжить строительство сегодня мы клеим дополнительные стингеры для закрепления прочности установленных шпангоутов придадим чуть чуть более прочности каркасу установим шпангоуты 2 и третью килевую рамку сказали люди в комментариях я не смотрел что там следующих журналах честно говоря спасибо я видел что где-то это можно посмотреть но буду узнавать вот из журналов что там они прикладывают постепенно так вот киль килевая рамка о которой кстати чуть позже мы тоже поговорим если вы думали что знали про килевую рамку про киль все то спешу вас огорчить это не так я когда погрузился в этот процесс я нашел очень много занимательной информации о которой расскажу наверное в следующем уже выпуске ну опять же если интересно будет сегодня реверь разговор пойдет про непосредственно сантисиму и о боге конечно же я спешу с вами поделиться очень важной новостью пока я искал информацию и знакомился я обнаружил что сантисима тринидад это не только какой-то там парусник это целый настоящий ром скажите вы знали даже прекрасная новость друзья так вот килевая рамка она будет состоять из четырех частей вот это две вот где-то вот так это три я не знаю какого размера будет эта махина потому что он огромен друзья огромен просто материалы я не хочу даже касаться этих вопросов конечно же здесь это не китовый набор это не какие-то добротные материалы драгоценное дерево груша орех здесь этого всего конечно нет нам нужен скелет как только скелет мы соберем мы отойдем сразу от сборки по журналу она будет у нас такая вспомогательная и уже пойдем строить отшивку рейками но в целом будет все примерно то же самое что и журнале только из других материалов но и соответственно к тому же технологию знаю поэтому может быть даже пойдет стройка чуть быстрее кому то может быть это будет полезнее пока я откладываю наши заготовки и давайте взглянем что же нам несут журнал журнал номер 8 8 нам предлагают очень важные части из миллиметровой фанеры латунная проволока положительно 05 миллиметров я не смотрел драком драгоценные металлы у нас здесь стрингеры и распорки для придания прочности какие-то элементы вероятно шлюпок один посмотрим что у нас журнале 5 очередная историческая справка спасибо за пояснение по поводу белого картона прошлый раз они меня вызвали недоумение это мой первый партворк друзья о что же у нас тут виктори почему не сантисима что виктор режим сантисима нет хорошая шутка историческая справка картинами вот это кстати очень интересная штука надо будет ее почитать если вам интересно содержимое пишите я тогда уделю определенное время данному тексту и расскажу уже в следующий раз про него просто у многих наверняка есть эти журналы а может быть и нету нужно разобраться с этим вопросом друзья при приглашаю вас в комментарии под роликом и дальше у нас идет описание и сборка наших частей на этом толстенный талмуд заканчивается и мы переходим к следующему а эту часть наверно откладываем откладываем в сторону она нам пригодится сегодня номер 9 ребята так ну у нас здесь шпангоут ура я радуюсь шпангоутов в каждом выпуске потому что это приближает нас конец наконец-то к кончанию сборки каркаса так шпангоут фангоут фангоут 7 и 8 ваш фангоута нет предела моей радости честно говоря это нам тоже сегодня потребуется и какая-то одинокая печальная рейка журнал ставим журнал о мартиры мартира мы любим кстати они весьма интересно прочитать про их историю сейчас я погружаюсь в коронады и в instagram аккаунте у меня и на роликах меркурия в плейлисте меркурия посвященные коронаде оружию очень много фактов я успел найти занимательные истории например про каскойна который про мартира про коронады конечно господин который придумал именно ту коронаду которую мы себе представляем сейчас в уме служил на в интересах россии знали вы это или нет но я думаю что если смотрели ролик то знали а вот у нас уже пошла и сантисима или не сантисима ну явно что-то испанское будем читать рисунок испанского 74 пушечного линейного корабля дай не сантисима конечно по цветовой гамме прошу простить фальгар знаменитейший с трафальгарской битвой я думаю что мы поговорим отдельно там есть что обсудить вообще сам ход сражения весьма примечателен и те кто не погружался в историю для вас конечно будет это прям очень интересно я когда первый раз читал знакомился слушал это очень сильно врезается в память то почему произошла произошел исход битвы почему сантисима не смогла оказать достойное сопротивление английской эскадре так как испанцы были с в союзе с францией что из этого получилось хорошо или плохо это все очень важные детали которые мы разберем с вами опять же если будет интересно исторические справки и инструкция мне удивительно что они на девятом номере уже пришли к трафальгару интересно что будет в остальных 130 номерах и продолжаем шлюпку друзья 10 номер у нас здесь пушечные ядра вы представляете пушечные ядра они стальные для воронения стали у нас используется тот же самый раствор что и для латуньи с медью или другой кто из химиков знает ответите комментариях пожалуйста готовится моему кошельку или нет конечно же красить их это убийство их точно нужно химическим травлением чернить но они кстати два миллиметра как раз то что надо мне для меркурия а или миллиметр или два можно два и шпангоут друзья это сегодня просто джекпот какой-то шпангоут и килевая рамка все я боюсь что моему пределу моему счастью нет предела я не знаю как пережить теперь все что случилось два элемента для того чтобы мы скрепить могли третью и вторую левые части нам тоже сегодня пригодится давайте посмотрим что в журнале а белый картон история перемещение война морской арсенал карака колесе построение морские флотилии красивая живопись так и инструкция по сборке по сборке нам показывают как нарастить киль собрать шпангоут и установить его и опять же оказывают способ верно с чернением но тут я не представляю как красить кисточкой эти ядра это наверно определенный вид извращения конечно последний журнал в этой посылке и в нем нет шпангоута я не знаю в нем есть рейки непонятно и две пушки плафет береза миллиметровый колеса квадратные фототравление есть и цапфы из латуни которые можно будет зачернеть слушайте ну вполне ничего да пушки конечно же у нас не латунные и и тут мы будем уже смотреть менять не менять их их все-таки 136 друзья мы можем конечно пойти и купить 136 пушек и потом долго долго плакать над кредиткой посмотрим пушки вроде бы на первый взгляд вполне даже хорошие с пушками будем работать наверное уже когда хотя бы несколько их соберется не вижу смысла их по одной делать это для этого потребуется аэрограф разводить его для одной пушки я не хочу так это нам не понадобится а друзья кончилась белая бумага белый картон закончился добро пожаловать какой-то непонятный только просвещение опять виктори а тут понятно тут же у нас теперь ликвез по оружием ну это хорошо почему виктори виктори одна из немногих существующих площадок где можно посмотреть живьем так сказать и коронады которую стоят на верхней палубе и пушки сами вообще весь быт те кто побывал на викторе наверное они счастливчики так ну дальше и модель сегодня я расскажу кстати про модель сантисимы очень занимательные факты но об этом чуть позже и виктори виктори поражаешься конечно вообще масштабом фотография старая потому что сейчас уже верхняя часть отсутствует по безопасности ее демонтировали и только первая часть матча у нас установлена с марсами уж придет на месте не переживать ну да тут конечно высота то еще там так но вернемся нас показывают что сделать с пушкой пушка лафет красного цвета скорее всего да друзья те кто из вас оформил подписку наверное ждут сейчас подарок от диагастине возможно вы уже получили посылку возможно нет если нет то вас будет ожидать вот такой коврик свернутый вот так посылки где-то 3 миллиметровый резиновый я пользуюсь джазовским стареньким своим отличным ковриком уже не первую модель я на нем собирал и в отличие от того что нам дарит диагастине на моем коврике есть линейка сбоку градация сетка миллиметровые четырех пяти трех все окружности все как полагается но дареному к коню зубы не смотрят вы сами понимаете в целом довольно приятный презент я думаю что пригодится будем использовать его тоже поехали все я предлагаю начать подготавливать элементы начать со стрингеров все как и полагается и дальше перейти уже к шпанголу стрингеры я примерю на сухую вклеивать я их пока не планирую но закрепить и по крайней мере уже из журнала перенести на модель будет вполне логично возможно вы встречали картинки по сборке большого линейного корабля модели корабля на просторах интернета и возможно даже видели сантисиму тринедат так вот существует некая канадская организация называемые друзья сантисима тринедат и для гаваны для ее музея военно-морского который называется для реаль фуэрза они построили огромную огромную копию модель сантисима тринедат в размере 1,25 это четырех метровая копия была создана с таким масштабом и с таким совершенством что можно увидеть величайшие детали жизни на борту этого военного корабля 18 века который кстати первоначально был построен как раз таки на королевской верфи в гаване если вдруг забыли конечно же эта часть кубинской истории и после 36 месяцев самоотверженной упорной работы группы кубинских мастеров по главе с хуаном карлосом суага эта модель была построена благодаря исследованиям финансированию и сотрудничеству как раз таки с канадской ассоциации друзей сантисима про которую я сказал управление историков города голланды тоже приняло в этом участие в частности доктор леаль эусебио леаль и посольство канады непосредственно на кубе что касается самой модели вот модель выглядит примерно вот так вот вот все ее нюансы она огромная то есть для того чтобы рассмотреть что находится например на палубе необходимо подняться на маленькую за постамент ступеньку ну то есть чтобы заглянуть земли рост человека не позволяет это сделать есть определенная особенность в ней показаны воды модели детали внутренней конструкции и они видны на одной стороне и посетители музея могут использовать компьютерный интерфейс сенсорный экран чтобы совершить визуальный тур по кораблю на двух языках на испанском и на английском камере так есть музей что касается его транспортировки передачи то там была большая церемония с послом канадским и все это было довольно празднично и открыто что касается непосредственно стройки сантисимы то вы помните первом ролике говорил о том что конструктор испанский инженер капитан мэтью мулан или мулан он умер в гаване в 1767 году через несколько дней после установки киля корабля и завершал строительство уже непосредственно его сын на себе сыновья игнасио и педро для коста вот такой вот факт тоже весьма примечательный что еще примечательно можно сказать про сантисиму толщина бортов равнялась 60 сантиметров да задумайтесь 60 больше полуметра была толщина борта корабль практически непотопляемым то есть мы любим все так говорить что титаник что этот это был просто венец творец это было произведение искусства это было больше чем корабль и на рассвете после трафальгара эскандра победитель наблюдала как уходит под воду непревзойденное такое творение созданное с банальной целью уничтожать убивать есть что-то в этом риторическое 22 октября 1805 года если вы забыли он сожалению затонул вот друзья у нас закончились детали мы все вырезали и начать я предлагаю с шпангоутов 7 8 9 пока они будут сохнуть мы с вами займемся с келем и стринге зачищаем перемычки так но мы все детали зачистили как и предполагали начинаем с шпангоутов сначала сборка на сухую если мы зачистим нагар то лучше будет фиксация клея я считаю так друзья ну что клеем вот у нас получилось аккуратно место стыка проверяем по направляющим палубы и после этого откладываем приступаем к восьмому если вдруг вы пропустили начало нашей сборки то обратите внимание на ссылку вверху там можно будет ознакомиться с первыми выпусками настоятельно рекомендую а ежели вообще интересна данная тема то вот по этой ссылке вы можете посмотреть процесс сборки брига меркурия легендарного русского брига который победил два линейных турецких корабля от компании эскадра я веду сборку пошаговую там же я зашкуриваю чтобы убрать свишний клей я уже говорил ранее оставляем наши детали сохнуть а в это время займемся нашим основным корпусом кстати у нас выполняет две функции всегда это придача остойчивости судна пример то чего не было у вас а это остойчивость самый наверное один из самых важных характеристик любого судна это возвращение в исходное положение при воздействии внешних факторов волны ветер и вот это все и второе это защита конечно же защита нижней части корабля от попадания на грунт и прочее прочее даем застыть так друзья вставляем стрингере под указанной направляющей зафиксируем пока зажимом это место просто на сухую вставляем другую часть вставляем остальные наши детали вот так друзья у нас будет выглядеть направляющей пока я их не буду отклеивать когда уже конечная часть у нас будет тогда уже сделаю пусть пока постоят здесь что можно сказать вот со вторым шпангоутом его нужно будет прижимать потому что он тут свободно вполне себя чувствует и по сути вот этот вот это распорка ничего не дает если прижать потом то будет да все довольно крепко и хорошо настало время клеивать наши шпангоуты углы шпангоута потом все равно клеем пройдем поэтому сейчас наша задача просто зафиксировать под углом 90 градусов положение грот мачты здесь у нас фок здесь у нас грот милл шпангоуты в целом пазы здесь входят довольно четко я думаю что проблем быть не может а если они будут это будут не самые большие наши проблемы так и остается у нас последний элемент который мы чуть-чуть зачистим клеиваем до диаметр диаметр грот мачты конечно внушает уважение чуть-чуть расправляю клей который у нас здесь образовался вот эти места они все равно проклеиваться когда чуть-чуть застыну шпангоуты необходимо будет их еще пройти и проклеить вот друзья нас середина нашего корабля как я буду его снимать целиком я пока не очень представляю но что же подумаем об этом следующий раз а пока всем пока подписывайтесь пишите комментариях что думаете и подключайтесь к строительству брига будет интересно пока